А сейчас не уходите, потому что сейчас мы с вами заглянем в будущее, в будущее индустрии 4.0, в будущее роботов и блокчейна. Александр Крупенькин, AiroLab. Добрый день. Меня зовут Александр. Вначале хочется сказать большое спасибо организаторам DevOps Days. Для меня, как для технаря, это как бальзам на душу. Спасибо. Я не совсем DevOps, я Linuxoid. Наверное, уже последние 10 лет. Интересно, кто из зала, поднимите руку, является счастливым обладателем Linux системы? Кто вообще с Linux системами работал? Практически весь зал очень здорово. Мы проводим эксплуатацию. Холивар устроим. Mac OS это Linux или не Linux? Ну, у них близкие корни, наверное, нужно так сказать. Тогда я тоже Linux. Чудесно. В своем докладе я хочу рассказать о такой Linux системе, как NixOS, но немножко с своей колокольни, с умных фабрик и городов. Для введения я бы хотел рассказать о своей команде. Команда AiroLab. Она образовалась, когда объединили свои усилия, два коллектива. Это коллектив криптоэнтузиастов под руководством Сергея Ланшакова и робототехники из ETHMO, в том числе я и Александр Капитонов. Мы занимаемся исследованиями в области человекомашинных и машин машинных экономически значимых коммуникаций на платформе Ethereum. Если кто-то знает, кто знаком с криптовалютами, с Ethereum? Руку поднимать, по-моему, все знакомы сейчас. Чудесно. Сейчас это тренд. Если три года назад о нем практически никто не знал, мы были одними из первых, кто поддержал эту платформу на своем становлении. Еще в 2015 году при старте платформы. И в конце 2015 года мы показали первую человекомашинную систему на платформе Ethereum и умных контрактах. Это был беспилотник, который выполнял заказ от человека, и результаты его работы протоковали в умный контракт. Что сейчас мы имеем? Мы имеем платформу, над ней мы работаем для интеграции полностью автоматизированных фабрик в общество человека. Это дивный новый мир, где все фабрики полностью автоматизированы, а люди взаимодействуют с ними непосредственно и напрямую расплачиваясь криптовалютами через умные контракты. Немножко обо мне. Я закончил ИТМО по направлению мехатроника и робототехника. Где-то шесть лет работал с индустриальной автоматикой роботами. И последние три года занимаюсь разработкой приложений для платформы Ethereum. Нам предстоит следующий план доклада. Вначале я погружу вас немножко в технологию индустрии 4.0 и дальше рассмотрим о том, что же такое NYX. Кто-нибудь слышал об индустрии 4.0, умных фабриках? Это уже менее популярная штука. Индустрия 4.0 сейчас это скорее даже миф. Потому что неделю назад я был на крупнейших предприятиях, которые занимаются внедрением индустрии 4.0. Но о полной автоматизации там речи не идет. Практически каждое предприятие предлагает какое-то свое универсальное решение. Они над стандартами какими-то не работают. Но все сходятся во мнении, что четвертая промышленная революция символизирует глобальную кастомизацию продукта под конкретного пользователя. Например, на слайде это предприятие Керхер, которое производит более тысячи различных вариаций машин для мойки. Это очень много. И для того, чтобы перестраивать производственные линии между различными конфигурациями, требуется очень большая гибкость программного обеспечения. Или, например, предприятие Гему, которое имеет вертикальный склад, он изображен на картинке, на котором располагается более 30 тысяч различных комплектующих. Очевидно, на таком складе нет места человеку, он полностью автоматизирован. Но люди, которые собирают эти вентили, а Гему производит вентили и различные их вариации, обеспечивают гибкость процесса. Может быть, потому мы и не можем сейчас избавиться от человека в производстве для того, чтобы его масштабировать, так как человек — это всегда узкое звено. Например, на европейском рынке сейчас очень сложно найти квалифицированных рабочих. Возможно, нам нужно программное обеспечение, которое будет быстро переключаться с одной конфигурации на другую. Ведь каждая минута простоя на производстве — это финансовые издержки. Если в 2015 году мы начинали с одного единственного приложения для беспилотника, то сейчас у нас больше 20 различных пакетов и сотни зависимостей. Чтобы не потеряться в этом версионном аде в количестве этих зависимостей, необходимо каким-то образом организовать работу с пакетами. Я подготовил небольшой список популярных приемов для организации работы и инструментариев. Для тех, кто знаком с Linux, они, скорее всего, знакомы с Debian. Это один из старейших дистрибутивов и одна из старейших систем управления пакетами. Но за счет своих годов она также имеет много недостатков, связанных с обратной совместимостью. Есть более современная замена от компании Canonical. Кто-нибудь слышал о Snap? Они уже более продвинутые, отслеживают зависимости, но у них есть проблема с тем, что зависимости они инкапсулируют в пакеты и получаются довольно монструозные эти Snap пакеты. И вот такая диковинка, как Nix пакеты. Здесь реализован совершенно иной подход. Он немножко ломает, в принципе, иерархию стандартную файловой системы Linux, но предоставляет какие-то уникальные фичи. Давайте попробуем ознакомиться с ними поподробнее. Пакеты в Nix похожи на значения в чистых функциональных языках. Они собираются функциями без побочных эффектов и они не изменяются после установки. Это значит, что после того, как мы установили пакет, каким-то образом перезаписать или изменить его данные уже невозможно. Каждый пакет тегируется уникальным идентификатором, который вычисляется как рекурсивный хэш от содержимого этого пакета. Поэтому изменение хотя бы одного байта в контенте изменит, соответственно, имя пакета. Nix поддерживает установку для пользователей. Из опыта довольно часто возникает ситуация, когда различным пользователям нам нужно скомплектовать разный набор программного обеспечения. Для разработчиков веб, например, это различные вариации браузеров, различные версии браузеров, и к ним нужно иметь доступ. Nix использует систему символьных ссылок для обращения к исполняемым файлам, расположенным в файловом хранилище. Для каждого пользователя формируется уникальный профиль, в котором содержатся ссылки на необходимое программное обеспечение. Все пакеты хранятся в одном каталоге. Так как они имеют уникальный тег, они не пересекаются. Если же имена пересеклись, возникла коллизия имен, скорее всего, это один и тот же пакет. Такой подход дает нам большой простор для возможности кэширования установленных пакетов. Мы можем распространять бинарные кэши с машины на машину. Для этого есть специальная утилита. И если говорить о производстве, у нас есть несколько производственных линий и слабый канал интернета. На всех фабриках очень слабый интернет. Так вот, мы можем распределить программное обеспечение между ними уже в локальной сети, перекидывая не вручную, а при помощи монтирования в единую файловую систему. Если пакет нам больше не нужен, мы можем вызвать функцию очистки garbage collector. Чем же Nix может быть полезен, например, для меня, как для разработчика? Очень часто возникает ситуация временной установки программного обеспечения. Для тех, кто знаком с Python, разработка это virtual environment, который позволяет временно установить пакеты, когда они не нужны, выйти или переключаться между разными виртуальными окружениями. Прелесть здесь в том, что никакой виртуализации здесь нет. Мы оперируем только символьными ссылками и переменными окружениями. Это очень легкая альтернатива. Например, я собирал OpenVRT, и мне необходим был компилятор для ARM-архитектуры. Здесь есть одна проблема из опыта. Так как Nix не поддерживает и не следует стандартной иерархии файловой системы в Linux, так как он складывает все пакеты в один каталог, то у нас возникает с некоторыми пакетами, в том числе с OpenVRT, проблема, что они обращаются к QSR, BIN, GCC и так далее. Для этого в Nix имеется специально встроенный метод, который эмулирует виртуальную файловую систему с соответствием этому стандарту. Есть ли пользователи Gento в зале? Отлично. Отлично. Остальные, видимо, еще собираются. Если в Gento есть use-флаги, то в Nix есть флаги по врать стратегии. Что это означает? Так как Nix это не только файловый менеджер, но и язык программирования, мы можем переопределить некоторые пакеты, задействовав в них определенные параметры. Тем самым мы получаем из одного пакета пакет со включенными флагами. Например, кюрл мы можем собрать без поддержки LDAP или с поддержкой, тем самым задействовав его в нашем программном обеспечении. Такая гибкость нам дает широкий простор для конфигурирования системы. Я хочу рассказать пример о том, как мы собирали инструкции для сборки клиента Ethereum Parity. Parity это довольно легкий Ethereum клиент на Rusty, но они не поддерживают Nix OS, и мы собрали инструкцию для сборки самостоятельно. Следующий пример. Nix это язык программирования, соответственно, он позволяет делать такие удобные штуки, как переменные, импорты, и позволяет нам спрятать сложность сборки где-то за кадром. Я вынес наиболее изменяемые параметры в верхний уровень заголовочный файл. Здесь обозначены хэши от содержимого. Что это такое? У нас есть исходный текст. Так как пакеты должны по умолчанию собираться в функции без побочных эффектов и не изменяться, то их результат зависит от хэша исходных текстов. Соответственно, эти хэши мы вычисляем вручную и заносим в инструкцию для сборки. Это создает определенные проблемы, но с другой стороны это дает нам гарантии безопасности, о том, что исходники не будут подменены где-то. И если исходники изменились, пакет у нас просто уже не соберется. Здесь мы импортируем уже саму инструкцию сборки. Пакеты в никс это функции, а значит у функции есть аргументы. Здесь у нас функция двух аргументов. Вот это вот первые параметры с версией хэшем, которые я передаю. Соответствующие следующие аргументы это зависимости пакета. Они используются далее. Тело функции. Так как у нас в парите это раст пакет, мы используем уже существующую функцию для сборки раст пакетов. Передаем ей аргументам, откуда взять исходные тексты, из какого бранча, какой хэш у них. И передаем список зависимости. Если хотя бы одна из этих зависимостей изменится, пакет будет пересобран по всему дереву. Чем NixOS интересен для нашего продукта, для дистрибутива Aira. Aira это дистрибутив Linux, основанный на NixOS, но предназначенный для интеграции в промышленное оборудование. Мы поддерживаем контроллеры Siemens, которые стоят на большом числе заводов, индустриальные стандарты вроде IPC UA и нашу платформу на Ethereum. Что же такое NixOS? Давайте представим, что мы сможем расширить функционал Nix до уровня операционной системы. Тем самым мы опишем всю конфигурацию операционной системы в едином файле. Он специально вынесен у нас в ETC. Здесь изображена минимальная конфигурация контейнера или виртуалки, которая нам может быть интересна. Это загрузочное устройство и единственный сервис, это SSH, который может быть полезен для доступа. Мы можем из опыта собрать и протестировать конфигурацию. Так как конфигурация может быть нерабочая и нам неинтересна, мы можем запустить виртуальной машине ее. Nix обеспечивает это самостоятельно. Тестируем. Готовы к работе. Переключаемся на нее. Переключение происходит быстро, так как пакеты уже находятся в сторе. И в любой момент мы можем откатиться назад. Обновление и откаты происходят атомарно. Мы просто перелинковываем все наши файлы в окружении. Каким образом мы тестируем дистрибутив и наше программное обеспечение? Nix имеет такую среду непрерывной интеграции, как Hydra. Она сильно интегрирована с Nix OS. Тоже использует соответствующий синтаксис. Тем самым мы не переключаемся между контентами при совершении DevOps и разработке. Везде мы программируем на одном Nix. С точки зрения разработчика, Hydra предоставляет так называемые каналы. Каналы — это ночные сборки пакетов, которые не включены в основной дистрибутив, но к которым имеет доступ разработчик. Hydra полностью автоматизирует этот процесс, и мы всегда имеем доступ к последним версиям программного обеспечения. Что хочется сказать в заключении. Nix — это довольно диковинная штука. Я не уверен, что ей место в продакшне, но для исследования, для разработки и для того, чтобы предоставить возможность по будущим быстро переключаться между конфигурациями, обеспечить безопасность и повторяемость сборок, он выглядит очень привлекательно. Спасибо за внимание. Вопросы? Представляемся. Спасибо за доклад. У меня такой, наверное, общий вопрос. Вы сказали, что вы используете платформу на базе Ethereum, то есть распределенных реестров, для автоматизации производства, как Nvair, нахлент и так далее. Я бы хотел спросить про целесообразность такого подхода на текущий момент. Не проще ли, не легче ли использовать классические централизованные системы, с классической базой данной реквизиционной, классической клиент-серверной архитектурой, именно для автоматизации. Какие преимущества дает именно использование платформы Ethereum перед классическими подходами? Потому что если говорить о блокчейне, то это можно сделать опять же настройку на обычные базы данных, связать хэшами записи. Если говорить о умных контрактах, то это можно эмулировать через сервисы или через триггеры базы данных. В чем экономический эффект, в чем фишка именно использования Ethereum и блокчейна на платформе Ethereum в автоматизации производства? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я говорю не о использовании Ethereum непосредственно внутри предприятия для интерлогистики, например, и для взаимодействия между двумя манипуляторами. Я говорю о взаимодействии с предприятием извне. Например, у нас есть две умных фабрики, которые хотят заключить между собой соглашение. На чьей территории будет расположена СУБД для их взаимодействия? На одном предприятии или на другом? Может быть, мы выведем третье предприятие, которое будет супервизором для них? Непонятно. В таком случае пиринговая сеть выглядит довольно привлекательно. То есть если мы говорим о именно экономическом взаимодействии между автономно-экономическими агентами, вроде умных фабрик или их заказчиков, потребителей, или назорным органам, то здесь может быть интересен блокчейн. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот обычно, когда строят какой-то проект с использованием блокчейна, забывают про такую неприятную вещь, как консенсус-конфликт. Когда в разных частях мира, например, находят разные блоки, и пока кто-то из них не найдет второй блок, второй просто отсекается. Вот ваша платформа. Как обрабатывает вот такие вещи? И обрабатывает ли вообще? Практика здесь довольно стандартная. Мы говорим о том, что у нас есть N-блоков, которые закрепляются, и после подтверждения 10, 15, 20 мы говорим о том, что цепь уже не может быть изменена. Для этого необходимо больше вычислительных мощностей, чем есть в сети. Еще вопросы? Вот удивительно, когда я прошу представляться, сразу все перестают представляться. На прошлом докладе не просил. Андрей, представься. Добрый день. Андрей Чузин, компания Spolabs. У меня вопрос по юридический аспект блокчейн-контрактов. Из вашей практики, потому что, мне кажется, в российской реальности в случае конфликта используемые механизмы не являются доказательствами правоты ни одной из сторон. Как этот вопрос решается? Да, это очень большой вопрос. И сейчас, например, если из европейской практики смотреть, только все начинается. То есть только начинается переводиться в правовое поле вообще в принципе криптовалюты и умные контракты. То есть если говорить о Европе, потому что в России еще совсем все незначительно движение в этом направлении. Мы проводили месяц назад крупный воркшоп по именно экономике роботов, в рамках которого сформировались тезисы по тому, можно использовать и каким образом использовать умные контракты для взаимодействия между человеком и машиной, машиной, машиной. Все только зарождается. То есть те проекты, которые создаются, они как пилоты и проекты? Да. Пока сейчас предприятия не могут разматривать право на рабочую систему? Сейчас это все research and develop. То есть это пилоты. Продолжение следует...